Еще два дня назад по улицам Ростова разъезжали танки. Мятеж, который внезапно начался, также внезапно и закончился. Западные эксперты до сих пор обсуждают, что же это было. Мне трудно подобрать слова к тому, что произошло, поскольку я до конца не уверен, была ли целью Пригожина смена власти. Я думаю, что он скорее боролся за свое выживание, а также за будущее положение и роль Вагнера в России. Когда он сказал, что он идет на Москву только для того, чтобы бросить вызов военному руководству, это выглядело неправдоподобно, потому что на самом деле он бросил вызов самому режиму. По крайней мере, выглядело это именно так. И он показал раскол в политическом и военном руководстве России. За эти несколько дней Путин выступил перед нацией аж два раза. А днем, 27 июня, также встретился с военными. Во вторник же уголовное дело по факту мятежа было прекращено. Эти обращения выставили Путина слабым, говорят эксперты. Они также считают, что Пригожину он этот мятеж не простит. Вопрос в том, полезен ли еще Пригожин для системы. Я бы сказал, что нет. То есть в краткосрочной перспективе он, может быть, и сохранил свою жизнь, но эта система его уничтожит, потому что они не могут допустить, чтобы кто-то таким образом утверждал себя над российским президентом. Самолет Пригожина, согласно информации флайт-радара, днем 27 июня приземлился в Минске. А бойцам ЧВК «Вагнер» Путин предложил заключить контракт с Минобороны, вернуться домой или уйти в Беларусь. Возникает вопрос, что случится с теми закаленными в боях солдатами, боевыми подразделениями, которые так много сделали во время сражений под Махмутом, например. Если вы посмотрите на общую численность бойцов «Вагнера» в Украине и России, то это от 5 до 10% всех боевых сил. Это серьезная потеря. В Госдепе США считают, что власти России был брошен прямой вызов. А американская разведка знала о мятеже заранее. Но, как отмечает Штефан Майстер, многие на Западе были не готовы к такому повороту событий. Мы должны обсудить в рамках НАТО, в рамках Германии, в рамках Европы, что для нас будет означать нестабильная Россия, что будет означать ослабление режима Путина, и как нам на это реагировать, если подобное в той или иной форме повторится. В Германии мятеж Пригожина остается одной из главных тем новостей. В сочетании с усталостью от войны в Украине, некоторые немцы надеялись, что смена власти внутри страны может приблизить конец этой войны. Надеялась, конечно, что Путина снимут за ненадобностью, скажем так. Но этого не случилось. Он всегда как-то да выкрутится. Я думаю, это просто театр, и не по-настоящему. Этот бунт был слишком мелким. Было бы, конечно, здорово, если бы Путина убрали. В этой войне нет ничего хорошего. А пока жизнь на улицах Ростова, Воронежа и Москвы возвращается в привычное русло, в кабинетах Кремля еще долго будут справляться с последствиями мятежа Пригожина, считают эксперты. Продолжение следует...